Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство 1Х Ставка. О, на сайт подъялось. Ну, любит человек, что, чуть-чуть дискотечку там, да? Не-не, транш. Пивасик где-то с пацанами выйдет. Каждая группа по три, слушай, ну меня в Спартак опять возьмут. А ты боишься вся аэрофобия? Да. Да, любой свисток, могли послать судью на три буквы, еще что-то. И это одна игра, вторая, пятая, десятая, вот так вот. Есть такие футболисты. Но я не бегу сейчас там, где больше дадут. Просто ты приехал, кайфанул и уехал. А там ставят задачи, там бьются серьезно. Что касается до и после, во время, там и в раздевалке, очень все серьезно. Легче договориться там, тоже даже пример лиги, там на сборы взять. На просмотр. Понятно, там амбиции, там забить, там 200, но, наверное, сейчас какие-то личные свои амбиции надо убрать в сторону. Есть команда. Но 10 мячей за сезон реально? Или я чуть перегнул? Ну... Можно супербаф написать. Ты 19 номер же взял, да? Потому что перед казахстаном... Мне номера прислали, какие-то дьявольские остались номера, все позабирали. Ну, ты хотел, наверное, 9, 10... Да нет, мне на самом деле без разницы. Так, ну что, погнали. Я рад вас всех видеть. Волгограда сегодня много. Это привет Максу. Ром, привет. Влад, привет. Сразу обозначим, чтобы и Роме было легче, и Владу было интересно, и чтобы нам всем было очень интересно. Я очень много интервью Рома смотрел. И постоянные вопросы, все, что уходит сразу в заголовок. Это Бэйл, Модрич, все истории про Тоттенхэм. Мы от них сегодня отказываемся, потому что все рассказано. И они, тем более, не нашего уровня, поэтому... Конечно, да. Поэтому мы начинаем говорить про Медиалигу и про вас. Ром, как дела? Отлично вообще. Очень хорошо выглядишь. Молодо. Начал тренироваться, видишь, хорошо стал выглядеть. Давай официально подтвердим, чтобы все понимали, что Роман Павлюченко официальный игрок 1x Fight Nights. Я здесь, поэтому все, контракт подписан. Поэтому я уже никуда не денусь. Влад, твой агент. Агент, тем более, уже все порешал. Номер выбил игровой, поэтому все в порядке. Какая доля от твоего успеха в том, чтобы уговорить Рому прийти сюда, а не в родину Медиа, например? Потому что я знаю, что они его тоже хотели. Да пока не обговаривалось, но я думаю, что я тебе выбью. Роман Павлюченко намекает, чтобы я премиальность отдавал ему. Даже не 50 на 50, а все. Сказал без проблем. Ром, что для тебя Медиа Лига? Как любят говорить футболисты, новый вызов в моей карьере. Но если по-серьезному, ты знаешь, сказать, что какое-то удовольствие, чтобы приезжать, играть, получать, наверное, неправильно, потому что я уже сезон провел в Медиа Лиге. Я хочу сказать, что такой турнир, ну, не просто ты приехал, кайфанул и уехал. А там ставят задачи, там бьются серьезно. Что касается до и после, и во время, там, и в раздевалке, очень все серьезно. В принципе, все, что происходит там в Премьер Лиге, до матча, во время и после, то и проходит в Медиа Лиге. Поэтому такой серьезный турнир, где все хотят победить. И там просто приезжать не получится, потому что бьются. И сейчас видишь, как приезжают много ребят, играют за ту или иную команду, которую там играли, кто-то проходил и Премьер Лигу, и Первую Лигу, и Вторую. Поэтому такие все играющие команды. И поэтому так вот я себе цель поставил, что надо, чтобы подойти к началу турнира, надо тренироваться. А так просто приехал, поиграл, уехал, так не получится. Слушай, вот для меня Роман Павлюченко человек с большим бэкграундом. Плюс-минус ты появляешься в прессе с различными прогнозами, высказываниями, комментариями. Но я на миг себя поймал на мысли, может быть, Рома приехал сюда, может быть, посмотреть кого-то, чтобы потом, может быть, в дальнейшем агентом быть, тренером быть. Нет, ну, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с Ромкой Речком, Рома Речка, наверное, все знают. Вот, открываем свое футбольное агентство. О, на сайт подъявлен. Сейчас занимаемся оформлением, поэтому, как все, дай бог, недельку-две, и будет уже футбольное агентство, у нас есть уже и название, и будем подписывать молодых футболистов, там 16, 17, 18 лет, и будем их там 2-3 года вести, и потом куда-то чего-то их. А как будет называться? Будет называться, кстати, МФЛ, это кратко, ну да, вот, Magic Football Lab, магическая футбольная лаборатория, кратко МФЛ. А ты не знал? Вообще нет. Я знал, что это было агентство. Это название, кстати, футбольного агентства, да. Это может быть специально, чтобы перекликалось с названием интересного молодежного турнира? Ну, может быть, как-то и будем вместе с футбольной медиалигой, может быть, сотрудничать, может быть, получится. Поэтому такое название одинаково. Ну, посмотрим, это все туда дальше, будем смотреть, решать, посмотрим. Влад, скажи, как тебе Рома после окончания футбольной карьеры? Он адаптировался к обычной нормальной жизни без футбола? Да нет, нет, он как был футболистом, так и остался, поэтому он пока еще не переключился. Ну, в чем это выражается? Ну, в желании играть. Он уже 40 лет все никак не заканчивает, молодым не дает играть. И вот, поэтому не дает дорогу. Не дает дорогу. Так, как молодежь, в какой футбол молодежь играет, поэтому бросать футбол в 41 точно не надо. У тебя же с футбольной карьерой. Вообще, что для тебя медиалига? Какие у тебя планы и планируешь ли ты вернуться в большой футбол? Потому что послужной список-то у тебя неплохой. И клубы интересные, яркие. Ну, профессиональный, наверное, небольшой. Ну, ты понимаешь, о чем я думаю? Да, честно, пока желания особо нет. Поэтому как-то я, честно, не задумывался. По второй лиге ездить особо уже не хочется, а в первую лигу. Сейчас еще у меня год не было профессионального контракта, поэтому в первую лигу навряд ли кто-то позовет. А по второй лиге уже, честно, и возраст не тот, чтобы уже ездить. Поэтому для меня уже старая медиалига. Слушай, Ром, вот у многих футболистов нашего возраста, плюс-минус мы ровесники, властаж, у меня на один год. И у них спрашиваешь, ну, хочешь вернуться в футбол? Ну, там, один из трех скажет в ПФЛ под задачу, потолок ФНЛ. Но я говорю, а как вы пойдете, если вы год не играли, у вас не статистики, не трансфер-маркты, как вас должны агенты, скауты заметить? Слушай, ну, знаешь, я так тебе, вот сейчас начали говорить, что возраст такой, тебе сколько сейчас? Ну, 27, конечно, уже чуть это. Ну, послушай, ну, я же пример, вот Андрей Тихонов, вот смотрите, его карьера, он послужил в армии, после армии он заиграл в большой футбол. Но здесь, наверное, тоже зависит от желания, ну и, наверное, не знаю, трудно, и в голове, конечно, и желание. Да, учитывая, сейчас же ситуация какая с российским спортом. Сейчас все, вот как он сказал, что 16-17 лет, и вести игрок, вот сейчас все смотрят уже на перспективу. Сейчас мало кто будет смотреть 27, то есть разница будет стать 17-летний и 27. Естественно, выберут 17-летнего. Ром, а что он не так сделал в своей карьере, что, ну, не закрепился вот? Он? Да. Он меня не слушал. Вот если бы он меня слушал бы, а он чуть-чуть о другом слушал. Что ты ему говорил? Еще большая его ошибка была приехать в Москву. Я ему говорил об этом. Зачем ты едешь в Москву? Ну, не мне, но я маленький был, ты маме говорил? А потом приехал, приехал ты куда, в Динамо приехал? В Динамо приехал. Ну, насколько я понимаю из интервью Влада, твоя родная сестра, его мама, поспособствовала тому, чтобы он был, потому что Влад попросил, ну, и как бы звезды сошлись, и ты оказался здесь. Так же было? Ну, не то, чтобы я попросил. Турнир был, я там стал лучшим бомбардиром, меня позвали в Динамо, и я матери сказал об этом, ну, и пошел, поехал. Ром, ну, как говорится, в Спартак Динамо дважды не зовут. Ну, что сейчас говорить, уже время ушло, и где-то упустил, где-то... Ну, кто его знает, знаешь, как говорится, у каждого своя судьба, и поэтому что сейчас об этом говорить. Мы же не знаем, что сейчас через пять лет... Золотой мяч вдруг возьмет, да? Будет там, не знаю, не, ну, не золотой мяч. Шоколадную мяч. В спорте не получится, станет там миллиардером. Давай вот уточним, чтобы ребята, кто из других городов, тоже твою позицию понимали, сколько лет он должен был повариться там, на юге России, чтобы, знаешь, сформироваться полностью и приехать сюда. Да, слушай, ну, можно и в 10 лет, и в 13 приехать, но здесь, я понимаю, просто еще у него окружение было, друзей, шальное такое. На кого он смотрел, вот, и те чуть-чуть его неправильное русло направили, вот, и он потихоньку поплыл. Ну, как я помню, потому что это было давно уже, сколько лет назад. Тут все зависит, ну, любит человек, чуть-чуть дискотечку там, Не-не, это раньше раньше. Пивасик где-то с пацанами выйдет. Тренировочку пропустить, и поэтому... Слушай, ну вот, если честно, многие Владу могут позавидовать, потому что, имея такого дядю, учитывая ваши отношения, вы как два брата, да? В возможности связи, я не поверю, что ты ему не помогал, и он тебя не просил. Ну, нет, просил, но не было таких серьезных клубов, это что, в основном во вторую лигу куда-то? Ну, плюс-минус. Ну, так, но... Сказать, что я прям сильно, что помогал, нет. Может быть, просил телефоны, там, тренера одного, второго. Ну, не было такого, чтобы я просил, чтобы прямо через свои связи прям засунул меня, знаешь, так сразу, без просмотра, сразу на контракт. На просмотр, что такое-то было, а так, чтобы пользоваться? Ну, ты видишь, тяжело. Одно дело, если бы он играл бы, да, там, даже в ФНЛ, легче договориться, там, вот тоже даже пример лиги, там, на сборы взять. На просмотр, да? Ну, да. На тот период, когда Влад, там, просил телефон, там, чей-то, в принципе, ты только был во второй, да? Во второй, в Урал ты ездил на просмотр, ты был в Урале. А с твоей подачей было? Да, я не помню. там, как-то все так получилось, мама позвонила, спросила, и в итоге, я сам-то даже не помню. Она это вот там знала, да? Да, там как-то все закручено было, и президент клуба, Иванов тогда, ну, узнал, что мама позвонила, ну, это, то есть, по фамилии он понял, и сказал приезжать. И тогда вот так удачно, что Урал играл с Краснодаром в Краснодаре, и я с ними быстро сумки собрал, и с ними полетел в Екатеринбург. Ну, я, понятно, спрашивал, у меня первый вопрос был, я там, Влад задавал, бойцы, там, что, если там, обыграть, там, проход ноги не делают, не на тренировках, а то еще приеду без ног домой, сломают меня. Он говорит, нет, все спокойно, ребята, хорошие. Ну, 10 мячей за сезон, реально? Или я чуть перегнул? Ну, мне трудно ответить на то вопрос. Ну, учитывая еще это ты регламу, что три матча. Одно дело, конечно, если ты проводишь там со всеми командами, а так, если группы, три игры в группе, ну, тебе честно скажу, что это... Походу я поплыл, да? Это что-то многовато, да. Это мне, знаешь, мне два хит-трика надо сделать и покер. Ну, я с учетом полуфинала, финал, понимаешь, я наперед. Если я буду забивать каждую группу по три, слушай, меня в спартак опять возьмут на 15 минут выходи на замену. Что вполне реально может быть нынешних реальных. Я буду стараться, вот ради тебя буду стараться, но это... 10 это перебор. Перебор. Я уже не в тех кондициях. Лично у меня вот небольшой диссонанс возникал, опять-таки, смотришь, твой бэкграунд, ну, неплохой и получше, чем у ребят, которые есть, да, но тебя лично задевает, наверное, да, что ты пока не игрок стартового состава. Да, честно говоря, нет, потому что я же пришел под две игры, под конец, как бы ребята все сыграны были, и я тут прихожу с чистого листа, как бы меня сразу стартового составить. Ну, я не вижу в этом логики, потому что я многих ребят не знал, поэтому для меня этого нет. Сейчас вот будет турнир и посмотрим уже будет по факту. А почему ты в Казахстан в первый раз не полетел? Ну, там, как бы, сейчас же с Краснодарским краем сложно все перелет, и Камил сказал, что уже, ну, смысла нет дергаться, и сказал, побудь дома и уже потом, после Казахстана приезжай. Ну, я как бы, без проблем. Ром, а ты? В Казахстан? Да, не летишь. Слушай, я с Камилом на эту тему разговаривал, я ему сказал, Камил, потому что про турнир, мне Камил ничего не говорил, я через Лада узнал, что команда улетает. Я ему сказал, если вдруг, что мне надо на какую-то там игру, то я, в принципе, готов утром прилететь, это отыграть, там, в принципе, назад. Ну, Камил мне сказал, что, Ром, тебе, на самом деле, эти игры не нужны, потому что, это МФЛ, да. Поэтому, ну, я ему сказал, если что, смотри, я, в принципе, готов прилететь. Ну, если вдруг понадобится, то тогда поговорим на эту тему, поэтому, если надо будет, для меня не проблем прилететь. Там же, сколько летит? Три с половиной? Три с половиной? Три с половиной? Тогда не прилетит. А ты боишься, есть аэрофобия? Да, ты что? Я вот, хотя, всю жизнь летаю, сколько на сборы, в командах летал, и я до сих пор, для меня, зайти в самолет, это для меня. Чуть выпить, уснуть или как? Ну, ты знаешь, ну, понятно, когда на игру ты летишь, нельзя, после игры там, да, пивка, чтобы чуть, то вот, за счет алкоголя еще можно полетать, только на обратном пути, видишь? А так, пить какие-то таблетки и спать, нет, в самолетах я тоже не сплю, поэтому, что делать? Такая работа, приходится летать. Мне вообще интересно, как Роман Павличенко проводит досуг. Ты постоянно с семьей? Постоянно, да, всегда. Ты видишь, трое детей, понятно, уже старшая дочка, она самостоятельная, у нее учеба там, две маленькие, 9 лет и 4 с половиной, в одной сад, школа, понятно, они там, ты их неделю не видишь, потому что с утра до вечера одна в садике, другая в школе, выходные дни я провожу с ними, понятно, будут игры, я там уезжаю на игры, а так, конечно, с ними провожу время, всегда куда-то там, то в театр, то на какие-то мультики, в парки, это, суббота, воскресенье, это стабильность, поэтому я стараюсь с ними проводить время. Ну и славно у вас тоже такое отношение, такое без дистанции, без границ, потому что реально, когда я вот сейчас вас даже увидел, как будто два юродных родных брата. Ну, что-то есть, кусят под меня, под старого, кусят молодежь. Косят из-за татуировок, да? Не-не, тут наоборот. Как тебе его рисунки? у кого он подсмотрел. С меня пошло все. Как тебе его рисунки, Ром? Да, этот старый, он не понимает половину, что нарисован, поэтому. Нет, ну, когда на руке, Влад скажи. Может быть еще, у него на всех пальцах, посмотри, уши, шеи, это переводит. Это для меня. Ну, видишь, молодежь. Ну, молодежь, да. Поэтому, если ему нравится, поэтому, что ли? Будь здоров, да? Ну, нет. А ты знаешь, как Влада Бехфалви называл в Урале. Ну-ка, расскажи. Бекс. Бекс? Почему? Ну, у меня татуировка, как у Бекова. А, И он мне... Там у тебя крылья? Да, да, и он мне постоянно пустил. Ну, ты по-любому у него посмотрел, да, татуировку? Ты же не сам делал, наверное, ты у кого-то... ну, где-то что-то видел, Руку ты по-любому начал, потому что я у меня увидел. Не, ну, я же еще в Динамо начал тренироваться. Там Смолов, Воронин были тоже. Птичка одна была на руке, потом меня увидел. Он начал облака рисовать. Как тебе прозвище Бекс? Да нет, ну, для него не подходит. А на гауте какая рабочая? Бекс. Чилис должен говорить, у меня две рабочие. Чистый Бекс. А штрафные как? Да, штрафные. Ну, никак у Беков, конечно. Никак, короче. Чуть-чуть. А Бекфалу тебя как называл? Я так понимаю, что он был очень открытый, со всеми был очень в хорошем отношении. Бекфалу, он вообще крутой парень. У меня с ним хорошие были отношения. Ну, я не знаю. Нет. Ты знаешь, я когда вернулся в Россию, ну, практически все меня называли Супер Пав. Да, Пав, иностранцы, вот все Пав называли кто-то Супер Пав. Как-то по имени. Ну, молодежь меня, Анатолич, назвали всегда в команде. А так, Пав, Пав. Так, привык уже Пав. Уже, когда кричат Рома, я уже, не ко мне обращаются. Я только... Павлик. Павлик, да. Я, честно говоря, не понял, вот эту ситуацию, которая у тебя была с Уфой. Во-первых, зачем тебе? И что по итогу? Ситуация была такая. Мы как раз с Речком полетели в Турцию, когда команды были сборы, потому что мы ездили на матчи, как агенты, смотрели молодежь. И мы жили в одной гостинице с Уфой. Ну и вот так вот в один вечер сидели с руководством, с Шамилем сидели вместе, с Газизовым. Что-то за голы заговорили, и у меня спросил вопрос, сколько у тебя в премьер-лиге там, ну вообще голов, я говорю, да у меня, по-моему, 199, одного не хватает мне мяча. И он предложил мне, Рома, давай, как раз кубок был у них с Ахматом, предложил, давай сделаем так, так, заявим тебе на один матч, вот были случаи, Лоськов был, потом, у кого еще, в Сатурне, у кого-то еще была такая ситуация, сыграть, я говорю, слушайте, ну вообще не вопрос. Ну и так разговаривали, все интервью дал, и Шамиль как раз дал интервью, что мы хотим подписать павличенко на одну игру, и пошло, поехало. Ну там чуть-чуть не получилось. Там и букмекеры готовы были уже, потому что, видишь, на одну матч меня зовите, забью, не забью, выйду, не выйду, там и букмекеры заинтересовались, и готовы были там условия давать для меня, вот, и с ними разговаривали, вот, ну потом, я так понял для себя, что мы так, все это раздули, все ждали, меня уже, пробиарили, болельщики начали писать в личку, там, мы тебя ждем в Уфе, давай, давай, сыграй, там, забей, вот, но я потом, еще раз мы в Томске встретились, с Шамилем, да, и я ему объяснил, что, слушай, ну, во-первых, ребята проходят сборы, два месяца, каждый день тренируются, я тут приехал на игру, и давайте меня ставьте играть, ну, неправильно, по отношению к команде, вот, и понятно, что там, по-моему, неделя оставалась, или чуть больше, или 10 дней, да, как раз до матча, и, ну, я говорю, слушай, ну, за неделю я не смогу прийти, даже выйти там на 15-20 минут, на замену, ну, я не смогу подготовиться, надо быть честным, поэтому, я понял, что это пойдет во вред, команде, и, ну, и по отношению к ребятам неправильно будет, потому что это на обо сборах, хотя бы пройти там сборы, одни, отеческие такие рассуждения, и все, да, и поэтому, понятно, там, амбиции, там, забить, 200, ну, наверное, сейчас, какие-то личные свои амбиции, надо убрать в сторону, есть команда, так же, как ты мне говоришь, забить 10, вот ты давай, давай, новая амбиция, новый вызов, о чем ты говоришь, ну, для меня, например, прийти в команду Fight Nights, я не ставлю задачу себе забить 10, и чтобы обо мне говорили, что вот в команде там Павличенко забил 10 красочек, нет, на меня на первом месте, чтобы будет задача там быть в бойке, я так понимаю, да, если групповые, то задача стоит там первая, вторая, то для меня важнее будет, чтобы команда выполнила задачу, а не я выполнил свою задачу. Влад, а могло быть так, что ты играл бы за нас, а Рому, условно, за родину, потому что я так понимаю, что они его тоже хотели. Да, могло быть, конечно, так же, как и вот я за Fight Nights, а он за Watch-то выиграл, поэтому могло быть спокойно. Я уговорил его, уговорил. То есть это, правда, фактор Влада? Да, что он сейчас будет открыться. Не, ну, там-то и с Тарасовым, я уверен, отношения есть. Ну, по условиям, честно скажу, у меня был разговор состоялся и с Димкой Тарасовым, и с руководством Козлы, правильно? Козлов, Козлы. Глаз. Вот. Предлагали и больше условия, но... Но ты же не в том положении, что... Ну, послушай, пойдет. Ну, я не бегу сейчас там, где больше дадут, потому что я человек, который там, я с Камилом изначально разговаривал, когда он мне предложил, прийти к нам, я ему сказал, Камил, хорошо, не проблема. Когда на меня вышла там, родина и год, правильно, год, 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 вот, я Камил сказал, Камил, я им сказал условия, которые мне предложил Камил, и я Камил, Камил, если предложит там, два-три раза, говорю, ну, послушай, ничего личного, это бизнес, как говорится, да, вот, но я говорю, на тех же условиях я не пойду, понятно, хотя давали больше, но я так понял для себя, что, неправильно будет, я с Камилом договорился, и даже там давали, в три раза больше, я ребятам сказал, ребят, нет, я договорился с Камилом, я дал обещание Камилу, я не могу подносить человека, вот, поэтому, я говорю, наверное, деньги, пускай, идут на второй план, есть договоренность, а вы бегали где-то вместе? Ну, да, нет, за чего, что, за этот, за Гуднес, когда мы сим глотнули, а, играли когда? на спорте, это еще ужас, А, ну, это, что за Макилу, расскажи. Да, команду, команду создавали там знакомые, Гуднес, так она называлась, играли на спорте, Готагов, когда еще тренером был, приехали на Гераклиуны, как это называется, и уехали с 07, по-моему, и больше не приезжали. А что вы там делали? Не бегали, не играли, или без момента? Собрали команду, за два дня собрали команду, и то там, по объявлению, знаешь. Слушай, ну, человек в джинсах уходит играть, ну, это же, о чем говорит вообще. Ваши ребята в джинсах. Да, да, защитник вышел в джинсах, мы смотрим, как еще в туплях бы вышел. Я про Рому знаю одну историю, он про условия заговорил, ребята, кто был с тобой в Арарате, в московском, вспоминают день зарплат, и каждый идет за деньгами, там, кому-то в конверте, кому-то так, и выходит, Рома, не знаю, сколько это правда, нет, обклеенный скотчем под футболкой, чуть ли не в трусах, и в носках. Было такое? Да нет, бред какой-то. Ну, потому что, грубо говоря, по условиям, плюс-минус все понимали, сколько Рома зарабатывает, и чтобы перед пацанами как бы не палиться, и чтобы их там не ставить неудобное положение, а весь там обклеенный. Нет, ну, слушай, мы же не получали в конвертах, ну, может быть тут, ну, я получал, мне приходило на счет зарплаты, я не получал наличными. Ты кто-то вкинул, обманули, премиальные, премиальные мы получали, да, наличными, я помню, а вас, а зарплату я получал, а коп, что ли, придумаю? нет, это не футбольные люди, что там в трусах там, такая романтичная история, да, не знаю, а что произошло у тебя с судей, и с противоположной командой, когда тебе дали красную карточку за знамя, когда ты играл, последняя твоя игра? А, да, я там быканул, да, я там оттолкнул, даже, может быть, немного ударил соперника, вот, но, ну, так, чуть меня спровоцировал парень молодой, изначально там, вначале, в середине, там матча, с ним произошел конфликт, потом еще с ним конфликт, он меня так чуть спровоцировал, вот, и, конечно, мы уже проигрывали, я же говорю, я не умею проигрывать, и тогда я чуть, ну, и так вот, чуть-чуть, хотел отпихнуть, потом получилось, что я его ударил, ну, не в лицо, а просто, в грудь, рукой, но судья, судья в момент не видел, а судья, это что-то там чертил, уже там, линию, отсчитывал шаги, там, что-то, чтобы штрафной удар, и может быть, он как-то перед физическим зрением увидел, что что-то между нами произошло, и он у игрока спросил, что Павличенко сделал, кто такой, он меня ударил, тут сразу мне красно, да, вот, он так еще бортанул какой-то бортик, ну, я выходил, уходил из поля, и там под трибуное помещение забор был закрыт, вот, нужен был человек, чтобы открыл его, и я прошел, вот, и я решил, что его ждать, ногой открыл, этот забор, в Долгопрудном было, да, да, с космосом, и ногой я вот этот забор ударил, и в протоколе судья написал, что, если бы не ударил бы, может быть, дали бы там, три игры, две литры, за красную, а за это дали восемь, я говорю, послушайте, ну, молодцы, вы говорю, восемь игр дали, сейчас вы везде написали, в прессе, мы Павличенко восемь игр дали, посмотрите, как КДК работает, все у нас тут хорошо, посмотрите, типа, они на всю страну показали, что будут всех наказывать, я говорю, вы лучше занимайтесь молодыми футболистами, которые, знаешь, я вот вторую, сколько там, я четыре сезона провел, я просто удивлялся молодежи, которые там, я же по восемнадцать лет, а то и по семнадцать, которые, знаешь, любой свисток, могли и послать, судью на три буквы, еще что-то, вот, и почему у меня конфликт с этим парнем произошел, потому что, я говорю, каждый свисток, он там кричал суде, там, ты что творишь там, и такой-сякой, я ему говорю, слушай, тебе сколько лет, я говорю, ты по мячу, еще не научился бить, а ты с судьям рассказываешь, понимаешь, что такая молодежь, и я им сказал, послушайте, вы, то, что меня удалили на всю страну, там, там, написали, а вас там говорят, что вы молодцы работаете, я говорю, вы не в том направлении, вы лучше молодежью занимаетесь, учите их играть в футбол, и не разговаривать с с судьями. А тебе стыдно было в этот момент? Ну, не то, что стыдно, ну, наверное, ребята по команде, я, во-первых, подвел команду, вот, наверное, я не должен, потому что, именно я это не должен, я показал просто, молодым ребятам, слабость, да, что нельзя так делать, вот это, конечно, я сожалел. А ты когда перестал получать удовольствие от футбола? Да, я не перестал. Или до сих пор кайфуешь? Да, сто процентов, поэтому такого нет, что не хочется, наоборот, всегда хочется тренироваться, играть, поэтому я даже тренерам говорил, что может почаще тренировки делать. Здесь, Fight Nights? Да, да, чтобы физически чуть поднабрать, так, ну, сказали, в Казахстане наберем. твой матч самый яркий, запоминающийся, который был у тебя, расскажи. В Метели? В профессиональном футболе. Ну, это, наверное, когда за молодежку поездил, первый такой выезд, ну, запоминающийся. молодежь какую? За Краснодаром. Ну, вот, наверное, потому что это мой самый первый выезд, и, как бы, такой самый запоминающийся. С кем вы играли? С тулой. Как сыграли? 2-0, что попали. Что такое? Я думал, скажут, и покер сделал. Покер сделал. да, молодой парень, поэтому сам такой, первый выезд, первый сам. Подожди, а у меня вопрос, в медиалиге твоя позиция, на какой позиции? Я свободный ходорник. Вау. Не, ты вот товарищу игру играл, ты на какой позиции играл? Слева. Слева. Он гол забил, кстати. Ну, я знаю, но он мне сразу сообщил, я забил. Конечно. Я ему про номер, он даже про игру не спросил. Это про то, что ты спросил, рассматривать его основным или не основным. Вот сейчас турнир будет. Вот тут все зависит от тебя. Сейчас забьешь 3-4, в каждой игре тренировки. Или 3-1, сразу. Тренировки, игры покажут, готов, не готов, там уже тренер решит ставить, не ставить. Ром, ты что скажешь по поводу Влада? Какие у него сильные качества? Что нам ждать? Был бы сильный, играл бы в Пример-лине. Сейчас я не могу сказать, как о футболисте было, последний раз видел, когда мы еще играли, вот это 7-0 проиграли. Мы играли матч вместе, и то, мы первый тайм, да? Я играл там, или с вами в втором тайме. Полтора тайма, да. Сколько прошло? Ну, я в основном, игры я не видел. В медиалиге я тоже, но я приехал под конец, тоже не видел. Поэтому вот, да, там тренировались вместе, но это все другое. Игра и тренировка, это разные. Знаешь, есть футболисты для игр, есть футболисты для тренировок. Поэтому сейчас начнутся тренировки и начнутся игры, и понятно. Понятно, что я на тренировку буду напихивать. На кого буду кричать, так на него. Со мной будет в команде. Ну, ты какой футболист? Для тренировок или для игр? Чуть-чуть того, чуть-чуть того. Везде по чуть-чуть. Нет, надо лучше быть для игр. Потому что, знаешь, на тренировках в основном, многие, кто, мяч не отберешь. Я вот иногда смотрю, даже вот в знамя, молодые ребята, на тренировки на него смотрю, просто марадоном. Выходим играть, просто по спиртайму, нет, ну просто ноль. И это одна игра, вторая, пятая, десятая, вот так вот. Есть такие футболисты. У меня есть пару коротких вопросов. Хочу с вами небольшую анкету провести. Вопрос одинаковый, вы отвечаете оба. Начнем с Роман. Любимый роман, который прочел? Роман я не читал. Я последнее, что прочитал, это книгу Криштиана Рональдова. Да-да, помню, помню. В поезде. Пока читаю Месси, Модрича, сейчас Криштиан Рональд. А тебя до сих пор узнают? Где? В метро, в поезде. В России? В России, да. Да. Ты знаешь, я сейчас вот был, на Мальдивах был, и там один официант подошел, он болит в Киверпуле, он говорит, пап, я помню, ты нам забил там это, и я вот с ним, он говорит, давай с тобой сфоткаемся, я помню тебя. Ты же там узнал? Русский был? Не-не. Местный? Да-да. Твой роман, который ты прочел, любимый? Он вообще не читает. Вообще книги не читаешь? Вообще далек ты там. Ром, это плохо? Ты как отец. Ну, я тебе скажу, что я тоже книги не читаю, это вот единственное, что там заходит, это вот, я начал с Модрича, потому что мне подарили книгу Луки Модрича, и там даже в этой книге есть мои какие-то фразы тоже, попали в эту книгу. И мне было интересно почитать, потому что я его так знал очень хорошо, и вообще всю историю детства, как он начинал, мне было интересно. Вот я прочитал, потом думаю, блин, интересно почитать там Месси. Будут смотрят, я помню, Динамо был, потом на Криштиана почитать, вот как почитаю, хочу Фергюсона почитать, просто интересно. А по российским меркам твоя история тянет на биографию? На книгу. Не знаю. Будет она интересна кому-то, не знаю. Не, ну я прочитал бы. Мне многие... Ты бы я написал, да? Мне многие предлагали выпустить книгу, дать хорошее интервью, там, но, честно, не вижу каких-то перспектив. Друзья по книгам, короче, ноль. Все. Какое блюдо кавказской кухни ты предпочитаешь? Я очень сильно люблю хинкали. Классик. Ну, я бы и хинкали, я бы, наверное, каждый день бы ел бы, ел бы, а так, да много. Не, я с тебя в порядке вроде. Да, подожди, ты, свобода гостя просто. С Мальдив плюс три, три привез. У тебя что по блюду? Хачапульхинкали, все по классике. Не грузин, она грузинская кухня, я понял. грузин, кухня обожаю. У нас даже свой ресторан грузинский, если именно грузинский, но только в Ставрополе. А, а как называется? Сациви. И уже много-много лет он работает, и каждый день там биток, там такая кухня. Ваш, ты имеешь в виду, у вас? Нет, семейный. Семейный. Он только туда может пожрать. И то он скидку даже не сделает. Нет, скидка для сваль, хорошая. Хороший повара, значит? Да, хорошая. Именно оттуда. Даже лимонад привозим с Грузии. Значит, надо приехать и попробовать там в Хачапуре. Под закроется, нет? Да ничего не закроется. Все, как везли, так и будут. Кстати, вот парень, с которым я поспорил на то, что Павлеченко старше за 5-10 голов, мой проигрыш, ну, пока же мы говорим о проигрыше, наверное, на двоих пускай 10. Он сказал в грузинском ресторане надо будет отдать. Хачапуре у тебя, все, я понял. Как вас называют вторые половины? У меня Влад. Вторая половина? Нет, у него столько их половин, как они меняют. Ну, не знаю, как-то и муж называется, но редко, когда меня жена называет Рома, так же, как я и Лариса. Я ее женушка, любимая там. Но она у меня в основном муж-муж. Вот муж, ты все, там даже Рома не звучит. Ну, да. А ты веришь, что его вторая половина Влада называет? Ну, как я же еще не муж. Я не слышал еще пока. Влад, Влад. Я вторую половину не видел еще. И не знаю, как она его называет. У меня сейчас ощущение, что вы очень давно не виделись, да, и вы сейчас приехали, вот так обмениваетесь фразами, что у кого произошло там за последние пару месяцев? мы вроде в Москве, но, чтобы сказать, что мы прям видимся, как-то нет. Ну, во-первых, у него свои дела, какие-то у меня свои дела. По возможности, когда так приезжаем. Сейчас будем видеться чаще, потому что будем тренироваться, так, чтобы сказать, что мы каждый день видимся, нет. Первая машина? Это у меня была Lada десятка, я купил, играя в роторе. это я, когда я купил, королевская машина была. Цвет? Цвет такой, мокрый-мокрый асфальт был. Красивый цвет, я помню, индийские там поставил такие. А ты что, помнишь такую машину по городу? Нет, Lada, у меня спойлер сзади был, помню. Я помню, как десятка выглядит просто. Нет, ну, тогда она, это 2000 год, это было круто, потому что в основном ездили там восьмерки, брали, восьмерка с двумя дверьми, девятка, четыре, две, да. И если у Мерседеса не было? Нет, а джип-джип-то помнишь? Ну, потом уже я год проездил на десятке на Lada, и потом я помню Grand Cherokee, у Валеры есть, по-моему, продавал, как помню, за 3000 долларов, да, или за 3, или за 6, блин, не помню, по-моему, за 3000 долларов, не, или за 6. Я уже контракт переписал, уже такой король был, я помню, Grand Cherokee купил, вот тогда я был королем Волгограда вообще, на джипе ездил. У тебя? У я вот спортэчки этот, старенький спортэчки. Что до сих пор не научился делать? Не научился делать. Я этот вопрос придумал, когда сегодня пытался завязать, вот по футболю, как футболисты пытаются кроссовки завязать, я до сих пор так не умею, знаешь, вот специально так петельку оставить, так, чтобы это, торчали шнурки, и так свободно можно было гулять, мне 25, я так завязывать не умею, и так и не научился. Ух, слушай, такой вопрос. Сложно, да, кстати. Так что сразу, что я не умею делать? Да много чего не умею, может подумаем, потом в конце ответим на него. Вот вообще рукастый сам себе? А? Рукастый? Ну подумай, можешь что-то сделать? Да подумаю, ну смотри, что, если что касается попылесосить, убрать, посуду помыть, я вообще номер один. Серьезно? Да ты что? У меня такое правило, что если я захожу домой там с детьми, то обязательно первым делом, когда жена разулась, я разулся, дети разулись, я беру и обувь, и первым делом я иду мыть эту обувь, потому что для меня обувь, которая стоит на пороге, грязная, это все умеет. Я сразу беру, мою, старшую дочку заставляю сразу мыть, она все время, папа, да потом, потом. И вот няни все, которые у нас работают, они это видят, они сразу приходят, сами берут обувь, моют, они все время говорят там, Ром, ну вы нас научили сразу обувь мыть, поэтому пылесос сразу где-то чуть-чуть я в этом плане. То, что касается готовить, конечно, вот это я не умею. То есть за мангалом ты не станешь? Нет, ну шашлыки пожарить я могу, ну я имею в виду там сварить первое блюдо, там суп или борщ, да, я не смогу, там, или налепить пельмени, хинкали сделать, я не смогу. Ну я яичницу пожарить смогу. Вот это, конечно, я не могу. Ты такой же? Ты такой же по дому? Поэтому мне жена это все делает. Погладить вещи тоже. Он гладить, я никогда не гладил. Я гладить не умею. Ну это мой ответ, если ты повторяешь. Нет, ну вот про то, что я не гладить. Вот Рома такой нетипичный, футболист, потому что все привыкли в футболисты, это клубы, девчонки, все, а Рома такой, семья, дочки, обувь, по-моему, и дисциплина. А знаешь, потому что, почему я скажу? Ну, почему так? С раннего возраста. Потому что я женился, в 18 лет я женился. Вот, и ты понимаешь, и мне повезло, что Лариса, она вышла замуж не за футболиста, она вышла за обычного парня. Я был никто, у меня не было денег вообще. У меня родители не миллионеры, вот я не из богатой семьи. Жили в достатке нормально, хорошо, но вот мне повезло, потому что сейчас футболист, деньги есть, и женятся не по любви, потом, когда карьера заканчивается, или по залету женятся, заработная плата становится другой, все расходится. У меня много друзей, которые разошлись, но самое ужасное, что в этих семьях рождаются дети, понимаешь, и потом дети без мамы, без папы, понятно, общаются, но это не то. Поэтому мне повезло в этом плане. Как-то так, честно признаюсь, жена чуть-чуть держала меня в этом плане, потому что понятно, что когда деньги, машины, друзья, Москва, еще и Москва, да, конечно, хочется и погулять, и пивка попить с друзьями, и клубы, как раньше-то клубы ходили, я все это делал, но мы делали вместе с женой. Это вот про то, что, почему я вот переключался с футбола на какие-то тусовки, девочки, если бы вот, как мне, как ему повезло с женой, если бы я так в раннем возрасте встретил, в том возрасте, хорошее, вот как Лариса, встретил бы условно в том возрасте, вот может быть, я бы и футбол, семья, футбол, семья, и так бы пошло. Ну и надо понимать, когда у тебя крепкая семья, да, жена, которую ты любишь, должно присутствовать, боясь, потерять семью, потому что, знаешь, пойти налево, направо, а потом потерять семью, которую ты создавалась много лет, конечно, это самое страшное. По твоей хронологии, по твоей карьере, в какой год, в какой сезон, в какой команде ты делал что-то не так, загуливался и все упустил? Ну это, наверное, переломно, когда вот в Динамо я был в Академии, тот момент, когда надо взрослеть и с молодежного состава в основную попадать, вот в тот момент, наверное, я этот шанс упустил, и оттуда вот все пошло-поехало, и, ну, перекосяк, и вот с того момента, наверное, все вот. Благо вот в Урале у меня, ну, хорошо повезло, пошел-поехал, но там вот так же травма, и почти год-полтора я пропустил, и с того момента все. А тебе мешало, что ты Павличенко? Ну, слушай, ну, в каких-то моментах, да, в каких-то наоборот, везло. Ну, в основном все говорят, а почему тебе Рома помочь не может, а почему тебя туда засунуть не может, ну, это иногда мешает, иногда, иногда вот только в плюс то, что гордость берет, то, что заиграл, то молодец. Заиграл, ничего себе. Заиграл, чуть-чуть поиграл. Рома, как ты считаешь, что ты же мог бы чуть более быть интегрированным в его жизнь, помогать, советовать, или тогда и времени не хватало, и футбольная карьера была насыщенная? Ну, ты в Англию тогда, когда я переехал в Динамо, он в Англию уехал тогда, то есть мы пересекались так. А потом уже тот период, когда, когда, может быть, я вернулся, ну, послушай, ему уже сколько лет было, он уже мужик. Не, почему, мне тогда было 19, тогда тоже уже, восемнадцать лет женился уже. Тогда я уже, уже, знаешь, какие-то там советы, еще что-то, в основном, я что-то спрашиваю, я ему говорил, Влад, ты уже здоровый мужик, уже сам уж позвонить, договориться, уже здоровый, бугай. Правильно. Ну, я же не буду ему, ему будет 40, мне там 60, я ему буду все советы давать. Нет, ну, уже взрослый человек, уже мужик, уже своя самостоятельная жизнь, поэтому сам, ну, если надо будет. В агентство возьму, устрою. Навязывать свою, конечно, не буду. Спросит что-то, конечно, чем-то помогу, чем-то подскажу. На этой ноте, то, что Роман Павлюченко у нас в медийной, мы останавливаемся. Вот Роман, опять-таки, я тебе при входе сказал, у тебя везде красный цвет, везде. Ты знаешь, я люблю красный цвет, ну, вообще-то, не с того, что там я за Спартак играл, но вообще люблю красный цвет. Педали красный, чехол красный. Обувь красную люблю, но машина белая. Машина белая. Красная белая. Красная никогда не была. Не было красной? Белая, черная. Только, может, никаких цветов не было. Еще раз, золотистая. Боже. А, нет, ну, я же потом пленкой оплел. Ты прям такой автолюбитель, да? Ну, ну, понятно, что хочется на хорошем машине, правильно? Ездить. Начал с десятка. конечно, потом шагали вперед. А я могу, больно карьеру, понимаешь, надо выше и выше идти вперед, вперед. Я могу сейчас сказать, на твоей машине ты ездишь? Не секрет? Про какую правила? Ну, прощаться на который ты приехал. Да мне-то что-то. Как тебе Тесла? Отлично. Тут просто, чтобы люди, которые нас смотрели, понимали, наша студия, в которой мы сейчас находимся, она рядом с церкви. И тут Ромина Тесла стоит, и чуть дальше еще одна Тесла стоит. Видели, Блатная, да, церковь? Ну, это не та, не та. Не та? У тебя лучше? Да, чуть-чуть. Дубль моей машины. Ну, какие преимущества у тебя там? Слушай, я так скажу, что после электромобиля, ну, не знаю, как я на других, кроме Теслы, не ездил, но после Теслы я не могу сесть, я усажусь за Ауди, за жену машину. Для меня все бензин, ну, вообще, просто, ну, другая езда, она по-другому едет, она, ее не слышно, понятно, двигателя нет, батарея, но мне тяжело сейчас с электромобилем в бензин сесть, для меня это крыто. А ты прям гонщик? Нет, я не гонщик, но иногда там, ну, сейчас как ты погоняешь камеры, вот, а то, что касается, конечно, вот этой Теслы, она настолько мощная, что шансов не оставляет, не оставит никому. Ну, на самом деле, да, очень такая. Быстренько-быстренько, я помню, она выступили пару раз. Ты водил? Нет, Поэтому мне, тут мне друг хороший мой, который, в автослоне, где у меня, я когда продал машину, он, и хотел что-то взять, он говорит, посмотреть Теслу, ну, как электромобиль, говорит, посмотри, возьми ее прокатиться, ты поймешь. Я сел за эту машину, приехал в салон, там тоже знакомый у меня продавал. Я сел за нее, я проехал 200 метров, я сказал, все, она моя. И на следующий день я ее оплатил и забрал ее. Вот так вот я ее купил. Понимаешь? Захотели, взяли спокойно. Единственное, конечно, что, кто хочет там электромобиль, потому что ездить в город, бензин ты подъехал, пять минут залил и уехал, а это надо время. Поэтому приехать на станцию где-то в городе, это все равно минут 30, если быстрая зарядка, все равно минут 30 это же занимает, надо сидеть ждать. Вот я установил прям себе в доме, в паркинге. Я приехал, как телефон? Вкурил. Поставил, пошел спать утром, поехал, уже полная батарея. Она у меня заряжает за пять часов всю батарею. Там хватает на 460 километров. Поэтому что? Это машина для Москвы. Понятно, что я там в Краснодар на ней не доеду. Как мото-то, понимаешь, ездил на Ауди. еле доехали с ума с... Почему? Да долго так ехать. Не, ну, конечно, 1300 километров. Поэтому Tesla крутая машина. У тебя есть недвижимость, да, у тебя есть ресторан, есть Tesla, футбол игра. Что ты еще хочешь? Fight Night, чтобы выиграл. Вот очень хочу, да. я очень хочу, чтобы как минимум выполнить задачу и быть в двойке. Но я думаю, что Камил, он тот человек, который, наверное, второе место не устроил. Максимально первое, да, максимально. Вот ты прям UFC турниры смотришь. UFC, если я, когда Хабиб там дрался, я будильники в 5 утра завожу, чтобы в 6 утра там же поширать свое время, чтобы в 6 утра позорить, в 5 утра у меня же надо. Я будильник завожу, он говорит, ты что, больной, в 5 утра ребенка в школу везти? А ты в 7 утра надо, а я в 8 утра, а я там в 5 утра завожу будильник, чтобы бой посмотреть. Я люблю UFC. Ну что, спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Что-то плохое вырезайте.